Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Вейшлах. Мы остановились на том, что Яков уходит из Шема и идет в Бет-Эль. Перейти, как пойти в Бет-Эль, Яков услышал, что Всевышний ему сказал, что он должен прийти и пожить в Бет-Эле. Яков сказал своим сыновьям, устраните чужих богов, которые среди ваших. Что это за чужие боги? Это изделия, которые они забрали у преступных жителей Шема. И они были видны в изображении каких-то идолов. И он сказал, что их надо всех закопать. Написано, что Яков закопал их под фисташковым деревом. Почему он у них не сжег, я не знаю. Не растер порошок, как Машель сжег золотого тельца, мы не знаем. Ну, в общем, он их закопал. Устранил чужих богов. И теперь они идут в Бет-Эле. Дальше идут события. Печальные. Начало умирает двора кормилица Ривки. Что это за женщина? Это была правильница большая. Даже судя по тому, что она много лет прожила. Раз она вскормила Ривку, была кормилица ее, то она старше Ривки. Когда Яков уходил из Кнаана, уходил к Харан, к Лавану, то Ривка сказала, пойди к Лавану, брата моего, Харан, и поживи у него несколько лет, пока стихит гнев брата твоего. И тогда я пришлю за тобой. И вот двора находится в стане у Якова, потому что она Якову сообщила, что надо уже возвращаться домой. И вот она в стане, и она умирает. И Тора особо ее два раза называет. Значит, первый раз мы знаем о ней, когда Ривка уходит с Элиезером из Падана Рама, едет в Сырнук-Наан, выходить замуж, то говорится, что взяли двор и кормили ее, и пошли. Не просто так. Теперь она умерла, ее похоронили под дубом, и назвали это место дубом плача. Почему так назвали? Наши мудрецы говорят, что к Якову пришло тяжелое известие, что умерла его мама Ривка. Из этого можем посчитать, сколько Ривке было лет. Раша говорит, что она вышла замуж за Исхака, которой было всего три года. Если через двадцать лет она родила Якова, потому что мы знаем, что Исхак на ней женился, когда было сорок лет, а в шестьдесят лет родился Яков и Исал, то тогда она младше, она старше Якова на двадцать три года. Если Якову сейчас девяносто девять лет, то соответственно его маме старше вашего на двадцать три года, то есть Ривка умирает сто двадцать два года. Вот так вот. А естественно двора, если она ее кормилицей была, то она еще старше. То есть она много лет прожила. Это тоже показатель, что она правительца. Похоронили Ривку. Ривка похоронена в пещере Махпела. Теперь рожает Рахель. Рожает Рахель, очень тяжелые роды и наши мудрецы говорят, что она родила троих, две девочки и мальчика. И когда ее душа покидала, она назвала сына родившегося у нее Бенани. А Яков назвал его Бендиамин. То есть Бенани означает сын моих страданий. И Яков решил, что ребенка надо назвать изменил имя, что сын моей правой руки или сын юга, как-то идет название, по-разному переводят, но сын моих страданий это имя Яков никак не хотелось оставлять ребенку. Вот так вот. Итак, у Якова стало 12 сыновей. Это 12-е колено Израиля. Теперь у него получается дочерей много. Раби Игуда говорит, что каждый сынов Израиля родился с двойняшкой с сестрой. Вот здесь у него родилось 12 мальчиков, то у него столько же девочек. Кроме того, мы знаем, что есть у него еще девочка Дина, 13-я получается девочка и Бениамин, если родился с двумя сестрами, то получается, что девочек было 14. Потом Раби Игуда говорит, что каждый из Сновия Якова женился на своей родной сестре по отцу. Вот так вот. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат Исраэль, Павел Бен Эфим, Самуил Бен Герш, Хайя Мал Бат Йосин, Мир Бат Амургам, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Григорий За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадь Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Бен Берта Аси Бат Года Маргман Нина Ира Бат Вера Лер Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Мазл Парнаса Сгулла Ирина Батури Арон Аре Бен Нурри За хороший дух Арон Аре Бен Двой Рагис Бен Ахум Амигаль Бат Цара Хана Бат Аврагам Парнаса Ибрю Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Если кому Нужно молиться За здоровье Пишите Пожалуйста Будем в этом списке Считывать Пишите Имя человека Имя мамы На этом Наш Урок Заканчивается Всем Браха Парнаса Кавана Мазл То Что мы Это время Не грешили Учили Тору Всем Всего Самого Наилучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И до Следующих Встреч Надеюсь Остается Завтра В 15.30 Шалом